Наши города вырабатывают всё больше тепла. Отопительные системы, транспорт, промышленные производства способствуют повышению теплоотдачи в атмосферу. Эксперты бьют тревогу. Такое нарушение энергобаланса в городах не только подстёгивает глобальное изменение климата, но и негативно отражается на здоровье населения. Как сделать наши города более экологичными и безопасными? Ответ на вопрос ищут учёные, объединённые проектом «Урбан Флаксис». Задача у учёных масштабная — оздоровив города, оздоровить планету. По данному ООН, к 2050 году 70% населения Земли будет проживать в городах. А значит, учиться контролировать и минимизировать производимые городами выбросы тепла нужно уже сегодня. Проект «Урбан Флаксис» уникален и очень важен. Впервые благодаря спутниковым данным мы можем наблюдать за происходящим в зонах повышенной теплоотдачи, оценивать вектор и время движения тепловых потоков. В отдельно взятом городе теперь легко выявить виновников такой массированной теплоотдачи. Идёт ли речь о предприятиях, деятельности человека или чём-то другом? В греческом Ироклеоне ведётся и наземное наблюдение благодаря развернутым в отдельных районах города метеостанциям. «Затем через интернет данные поступают в нашу лабораторию. Мы можем наблюдать за выбросами тепла в режиме реального времени. Затем мы сопоставляем эти данные с данными спутников. И так получаем всеобъемлющую картину». Метеостанции прошли тестирование в густонаселённом Лондоне и в швейцарском Базелле, известном своей энергоёмкой системой обогрева домов. «Вот эта станция занимается сбором данных. Тут есть прибор, замеряющий скорость и направление движения воздушных потоков, ветра, температуру воздуха и уровень влажности». Участники проекта «Урбан Флаксос» опираются на данные спутников наблюдения Земли европейской программы «Коперник». «Такие данные очень важны. Спутники семейства «Сентинель» фиксируют перепады температуры близ поверхности Земли, причём делают это несколько раз в день». Потепление атмосферы над большими городами утверждают эксперты выше среднепланетарного. Отсюда важность принятия мер, позволяющих охладить города. «Проводимые научные наблюдения позволят принять меры для оздоровления граждан. И, что самое главное, мы сможем принять решение о том, как минимизировать эффект перегрева атмосферы над городами, как нейтрализовать возникающие вследствие этого горячие ветра, которые особенно часто мы фиксируем в странах Средиземноморья». Задача максимум участников проекта — выработать универсальный алгоритм, который сможет взять на вооружение любой город. «Как этот исследовательский проект улучшит качество жизни горожан?» «Мы получим информацию о тепловом коэффициенте конкретных городов. Её можно и нужно использовать при планировании городского строительства, к примеру, отдавая предпочтение энергосберегающим экологичным материалам. В результате выиграют и граждане, и планета». Власти ряда городов уже проявили интерес к проекту с тем, чтобы грамотно планировать развитие жилищной, транспортной и производственной инфраструктуры.